Добрый день, уважаемый телеканал Евроспорт продолжает свои прямые трансляции с Кубка мира по горнолыжному спорту. И у нас уже с вами на экранах появилась картинка из швейцарской Кран-Монтаны. Уже начались соревнования, начались соревнования здесь. И посмотрите, друзья, как неожиданно, в общем-то, хотя сегодня очень трудные погодные условия. Сегодня мы, как и все специалисты, ожидали, что соревнования могут оказаться очень трудными. Но вот видим, что и Тесса Ворли падает на трассе. Я напоминаю, первая попытка альпийской комбинации – это супергигант. Сегодня и вот такая неудача постигла французскую спортсменку. Ну, обошлось, мы видим, все достаточно неплохо. Мы видим, что Тесса Ворли спускается уже в финишную зону. А вот еще один момент. Посмотрите, какой ужасно напряженный, мягко говоря, был момент у Илки Штуэц, которая стартовала под первым номером сегодня. И тоже она потерпела неудачу. Слава богу, мы видим, что обошлось без падения. Но ситуация была, конечно, очень напряженная. Ну что же, друзья, ожидания, в общем-то, оправдались даже, я скажу, в очень серьезной степени. Серьезнейшая трасса Крам-Монтана и две чемпионки мира подряд. Первый и второй номера Илка Штуэц и Тесса Ворли сходят с трассы. Это, конечно же, создает достаточно серьезное напряжение. Вот нам сейчас показали стартовый домик. Да, тут, в общем-то, такой серьезный уже разбор полетов. Денис Файрабенд под третьим номером. Вот с этой камеры со старта хорошо видно, что, в общем-то, переменная облачность. Слава богу, нет какого-то тумана. Но в то же время... Да что же такое, друзья, посмотрите. Ну, совершенно не идет со трасса. Третий номер и опять в одном и том же месте проблемы. И опять падение. Это уже Денис Файрабен. Да. Ну, знаете, в такой ситуации, конечно, не позавидуешься и спортсменкам, само собой, но и членам жюри. Потому что, когда три первые спортсменки такого высокого уровня не справляются с трассой, то вот смотрим этот момент. Ну, здесь очень трудная комбинация. Подход, изменения, полет. И такой закрытый вираж. Тем более, что снег. Вот у нас есть последние сообщения прямо с места событий, сообщает нам корреспондент канала «Евроспорт». Юлия Мангуса, кстати, смотрите на нее. Она в роли открывающей сегодня выступает. Возвращается потихоньку в Кубок мира. Но вот видите, сегодня не как спортсменка, а как открывающую дистанцию. Ну и Файрабен, мы видим, с трудом выбирается. Вот тут из-под сетки. Немножко прихрамывая. Снег весенний. Ну, Кран-Монтану мы хорошо знаем по многим нашим трансляциям, по этапам Кубка мира. Трасса новая, вот эта женская, несколько лет всего, как ее сделали. И, в общем, мы уже видели, что она достаточно серьезная. И вот еще обычно в конце февраля, марте тем более, ну, весенняя погода, вы знаете, она часто меняется. Снег может быть и мягким, может быть и замороженным ночью. И в этом, конечно, проблематика есть серьезная. И посмотрите, ну, практически плачет Денис. Очень жалко. Да, мы видим, что действительно она получила травму, судя по всему. Да, конечно, много мы увидели уже соревнований с вами Кубка мира и чемпионат мира. Вот пролетел буквально на глазах, совсем недавно завершился. Но вот такие ситуации не так уж часто бывают. Вот какое решение сейчас будет принимать жюри, интересно. Вы знаете, ну, наверное, продолжать просто гонку, да, вот, несмотря на то, что... Три спортсменки подряд под первыми номерами оказались очень тяжелой, мы видим, ситуации. Плюс 4 градуса, вот, дает нам информация сейчас. Ну, вот, у вас на экранах главный рефери Атлескардал. Ну, у него сейчас, конечно, трудная ситуация. Вот как поступать? Как вы думаете в таком моменте, а? Пауза в соревнованиях, она всем нужна. Тут, конечно, и Файрамбет надо помощь оказать, и жюри надо разобраться в ситуации. Давайте посмотрим стартовый лист. Напоминаю, что вторая в сезоне альпийская комбинация. Проходит она в Кран-Монтана, Швейцарии. Вы видите, Штухец, Ворли и Файрамбет уже не добрались до финиша. Ну, и далее. Еще раз напоминаю, друзья, что в альпийской комбинации своя классификация, свой рейтинг, и именно вот, соответственно, этому рейтингу распределялись сегодня номера. И, вы знаете, вот тут иногда, конечно, в общем, все понятно и справедливо, но иногда бывает немножко, конечно, и курьезная ситуация. Вот, например, чемпионка мира в супергиганте как раз пойдет сегодня под номером 60. Николь Шмидт-Хофер. Ну, как раз вот следствие того, что да, она супергигант, чемпионка мира, только что стала в Санкт-Морице, но здесь, еще раз повторяю, здесь сегодня на Кубке комбинация и своя отдельная классификация, свой рейтинг. И там вообще очков никаких у австрийской спортсменки нет, поэтому такой у нее сегодня очень далекий номер. Ну, если учесть, что, почти последний, если учесть, что у нас сегодня 62 всего спортсменки в стартовом протоколе. Ну что, Скарда вот куда-то пошел, спиной нам отвернулся, а ведь ему надо как-то решать сейчас ситуацию. Посмотрите, Илка Штуц у вас на экранах, настроение у нее, мягко говоря, не очень хорошее. Друзья, а вот ситуация в Кубке мира в комбинации. Ну, прошел всего один старт, мы с вами видели, поэтому здесь абсолютно понятно. Старт был в Альдезере, Илка Штуц его выиграла. Естественно, она и лидирует, у нее 100 очков, ну и дальше вы видите ситуацию. Вторая комбинация должна была пройти в январе месяце в Саухензее. Из-за плохой погоды ее отменили. Ну, я немножко потом, вот давайте взглянем на общий зачет Кубка мира. Ну, здесь понятно, что старты, прошедшие старты чемпионата мира, в зачет Кубка не входят. И поэтому вот эту табличку мы знаем давно, она определилась еще после соревнований в Стокгольме перед чемпионатом в параллельных соревнованиях, вы помните. И вот, естественно, и на сегодня она не изменилась. Лорен Рос у вас на экранах. Ну, вот видите, ей вот сейчас стартовать, а она еще даже и не в стартовом домике. Видимо, жюри предупредило, что пауза немножко продлится, вот сейчас принимают решение. Как раз вот это самое коварное получилось место на трассе. Тут мы видим и тренер итальянской команды, и директор Кубка мира женского обсуждают ситуацию. Кстати, постановщик трассы, вот сегодняшней трассы вот этого супергиганта Плацер, тренер команды Швейцарии. Ну, в общем-то, логично, тренер швейцарской команды, хозяйки соревнований. Ну, вот видите, что пока ситуация такая немножко непонятная для всех. Продолжение следует... Продолжение следует... Битва Титанов НХЛ Чикаго с Артемием Панариным против Сент-Луис с Владимиром Тарасенко В воскресенье ночью в прямом эфире на Евроспорт 1 и Евроспорт Плеер. Возвращаемся к Швейцарии и продолжаем нашу прямую трансляцию. К сожалению, продолжается пауза. Я напоминаю, друзья, сегодня по расписанию женского Кубка мира Альпийская комбинация проходит в Кран-Монтана. Соревнования перенесенные сюда с января месяца из австрийского Цаухензе. Вы помним тот этап, когда была ужасно плохая погода, отменили соревнования. И вот перенесли сюда. Здесь теперь по программе будет две у нас комбинации. Сегодня и воскресенье. Ну вот, мне координация подсказывает, что сейчас мы в ближайшее время покажем вам расписание вообще на весь уикенд. И вы прекрасно знаете, что и мужские соревнования, само собой, и сегодня, и завтра, и послезавтра. Естественно, и все трансляции запланированы на каналах Евроспорт. Ну а вот тут идет, мы видим, активное обсуждение ситуации. Ну ничего, посмотрите, вроде бы так тревожно, да? Три схода дистанции у первых же номеров, но тут улыбаются. Некоторые спортсменки активно что-то обсуждают. В общем, какой-то атмосферы, какого-то страха, в общем, слава богу, не наблюдается. Мишель Гизин, вот видите, тоже улыбнулась в камеру, но эту девушку мы тоже прекрасно знаем. Софья... Ага, вот видите, какое необычное решение, друзья, но я такого не припомню. Вот нам сейчас сообщают, что... Жюри сообщают, что будет рестарт. То есть гонку начнут опять сначала. Вот это да. Но это, конечно, займет время. Но, во-первых, Штухец и Ворли, они уже спустились на самый финиш. Значит, будут трассу, наверное, как-то... Или переставлять... Да, да, будут переставлять вот эти проблемные ворота. Представляете? Да, ну это я, конечно, не хочу сказать, что это скандал. Но, в общем, конечно, ситуация, мягко говоря, необычная. Вот Тесси Ворли, кстати, видите, вот она на финише, ей объясняют ситуацию. Жюри решает переставить, ну, наверное, двое ворот, я так думаю, даже не одни, вот в этом проблемном месте. И потом опять соревнования начнутся сначала. Но, естественно, для фаерабанта уже проблемы. Вот она, друзья. А вот что делает этой бедной девушке? Она уже травмировалась, она уже, вот видите, тут врачи над ней хлопочут. И для нее-то вообще все закончено. Не дай бог и весь сезон уже. Еще зависит от того, какую она травму получила. Да. Еще раз повторюсь, у нас были сообщения, конечно, мы готовились до начала трансляции. Наш корреспондент Хелен Скотт-Смит, которая постоянно работает для Евроспорта на этапах Кубка мира, она сообщала, что и погодные условия, и снег такой, местами жесткий, местами мягкий, плюс три. И, в общем, такая ситуация неприятная. А учитывая то, что мы знаем, что трасса изначально сложная в Кран-Монтана, то, ну, все равно вот... Ага, вот новая информация, опять нам постоянно поступает. Посмотрите на экран, новый старт, то есть перестартовка будет в 13.30 по Москве. И, вы знаете, друзья, тут... Ага. Значит, друзья, так, вот такое решение у нас принимается. Мы сейчас включим вам запись соревнований прошедшего чемпионата мира и вернемся уже на мужские соревнования, потому что сегодня очень плотная программа. Не забывайте, чемпионат мира по лыжным гонкам в Лахте, горные лыжи. Тут надо делить как-то нам эфирное время. Но вот такая необычная ситуация сложилась. Как-то будем вместе с вами из нее выходить. Итак, еще раз напомню, переставляется трасса, будет повторный старт, на который, естественно, допустят и Штухец, и Ворли, которые сошли. К сожалению, вот, еще раз нам показывают травмированную Денис Файерабан, которую, видите, уже на Аке, спасатели сейчас будут транспортировать в госпиталь. Сейчас вспомним соревнования в Санкт-Морице и потом вернемся напрямую на мужские старты. Так что...